Поздравления сегодня принимали и ветераны труда, которые сейчас отдыхают в загородном санатории. Глава республики провел там больше часа и говорил с пожилыми о жизни. Без внимания не остался ни один вопрос. В этом зале никогда не утихает музыка. Днем концерты, вечером ретро-дискотеки. На такой режим в санатории никто не жалуется. Сейчас здесь отдыхают 90 человек. Многие из них получили звание ветерана труда. К примеру, Таисия Панкратова более 10 лет проработала кондуктором троллейбуса. Меня уважали хорошо. Всегда я прям получала, каждый через три месяца хорошо работала. Без прогулки, без ничего. Вот мне за это дали. Ветераны труда здесь. Но с каждым годом внимание к их проблемам возрастает. Социальные выплаты, оздоровительные курсы, всеобщая диспансеризация. Пожилые эту заботу чувствуют. Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Могу доложить, что по всей республике сегодня и министры, и главы администрации встречаются. Поздравляю с праздником. Власти республики приехали не только читать доклады о достижениях. С пожилыми они пообщались о наболевшем. Жительница Шумерлинского района пожаловалась главе на то, что в их городе до сих пор нет тепла. Михаил Огнатьев ответил, что трубы в квартирах потеплеют уже на этой неделе. Самое главное сейчас быстро запускательный, где там пробки, воздух, все это проверить, чтобы циркуляция пошла. Вот эти моменты могут быть. Я задачу поставил, на этой неделе каждый дом должен получить, каждый житель, каждая семья тепло. А гость из Цивильска пожаловалась на работу местной строительной компании. Возвели жилой дом, а потом взяли его на свой баланс. Сейчас людям то и дело приходят непонятные счета. С жильцов начали взимать плату за ремонт кровли, хотя здание было возведено недавно. Михаил Огнатьев пообещал разобраться. Главе администрации скажу, чтобы с участием жильцов провели собрание. И они отчитались, почему они собирают у вас денежки на крышу. Но просили не только за себя. На встрече главе региона пожаловались на то, что санаторию не хватает врачей. Хотя работа персонала от этого не страдает. Даже те, кто приезжают сюда, часто отмечают, что обслуживают центры по высшему разряду. Все вопросы Михаил Игнатьев взял на карандаш. После разговоров о проблемах часть приятная. С концертом к пожилым приехали детские коллективы. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.